привет друзья меня зовут любомир борода и это мой канал на своем канале я рассказываю о шествиях по украине охан дмит мастера о своих любимых хобби о своих друзьях помню вас со своими приятелями друзьями их увлечениями со своей интересной работой хобби со своей дочкой евгении вписывайтесь на мой канал ставьте лайки и жмите на колокольчик чтобы не пропустить ничего новенького это очень мотивирует для создания интереснейшего контента рад каждому из вас спасибо что смотрите мой канал с вами любомир борода подписывайтесь не пожалеете любомир борода и с нами сего ранкового эфира со своей донькой про якой вы говорили на превью в видео тож евгения любомир борода доброго ранку популярные блогеры я переглянула ваше відео багато лайков багато подписчиков те до чого прагнуть всі блогеры от уж про це будемо и говорите тим більше что вы нещодавно с пилу жару повернулись из фестиваля відеожара відеоблоги но и про все пизднее перше питание воно логично с чего же все началось как вы пришли до того чтобы снимать видео показать их людям и получать лайки вам слово всем здравствуйте здравствуйте вам спасибо что пригласили днем блогеров вас поздравляю боже я ка я сиджу и говорю не звісно про что вас привітати ж потрібно я вас вітаю у меня все началось я занимаюсь хендмейдом плиту браслет из паракорда и когда то подумав то что надо делиться этим опытом и стал это в конце 2014 года я стал заливать просто ролики обучающие на youtube так называемые туториалы и сильно этим не болел делал это от случая к случаю а потом уже годы через два я узнал о таком жанре как влог видеоблогинг когда люди рассказывают о себе на видео на youtube канале и стал записывать влоги ну блог это дневник который ведется в социальных сетях влог это тот же самый дневник только как видео блог поэтому влог и такая игра слов вот и стал записывать влоги но это совершенно разный жанр у меня например больше меня смотрят как учителя по мастерству там по плетению нежели как влогера но как влогер мне нравится это дело само потому что идет как то от души и я могу поделиться со своими друзьями своими ощущениями эмоциями и впечатлениями вот это про какие эмоции вы делитесь вот ну знаете я не знаю я не понимаю вот например если я сейчас запишу видео вот мне сейчас классно кайфово сиджу с классными гостями на эфире или будет это интересно другим вот как вы это разумеете вот эту межу надо искать целевую аудиторию всегда найдутся те люди которые 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 в первую очередь это друзья во вторую очередь это качественно хороший контент если вы снимаете классные видео то рано или поздно вас будут смотреть друзья покажут друзьям и так оно будет расходиться ну и плюс надо как-то стараться это распространить с помощью других социальных сетей где есть больше друзей подписчиков и рекомендовать я зрозумела жень ну я можно тебе представлю юна модель маешь зеленый пояс по карате и безумовно что ты маешь свой влог блог расскажи про него я знаю что ты там робишь описи своих играшок у нас есть видео мы его трошечки сгодом поделимся вот спочатку расскажи деколька слов я не знаю мне очень нравилось придумывать какие-то сюжеты для игр а потом я просто поняла то что может это интересно другим людям и стала просить папу чтобы он мне как-то помогал с этими вот всеми видео с его камерой папа вы допомогали якусь навчали какие-то давали порады азы як снимати вот чё чини да в первое в первое время обязательно то есть она даже капризничала она хотела по-своему я говорил так не пойдет надо сделать вот так здесь ну надо потрудиться для того чтобы люди тебя постоянно смотрели надо постоянно как бы это было интересней это тяжелый труд вообще видеоблогинг это периодичность то есть ютюб любит запланированную запланированность то есть чтобы вы периодично обязательно выходили например два или три раза в неделю в одно и то же время если этого нету подписчики начинают отпадать если есть подписчики начинают вас ждать выделять под это время вот и поэтому для того чтобы люди тебя постоянно смотрели надо постоянно как бы их кормить вау как часто вы годуете своих подписчиков фолловеров своих иногда вообще вихожу в апатию вот а иногда вспоминаю что они у меня есть и начинаю их прямо у нас есть видео как начинается твой ранок можно мы покажем его режиссеры покажите пожалуйста и потом мы продолжим разговаривать я и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто как посмотреть, дочки показать Вообще, да, собираются блогеры по разным совершенно направлениям, жанрам Субтитры сделал DimaTorzok 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 Много, но решили уйти с видео жары и пошли в океанариум. Никогда не были. Улыбаются, фотографируются, снимают. Кайфово. Смотрите, какие тут интересные персонажи стоят. Безумовно, все ж не побачишь, что ж там было. Але вот такая нариска, как вы говорите, такая довольно кумедная. Ну, все смогли, те побачили, те и показали. Як зрозуміти, что пришел успех в нашем влоге? Потому что ты их тут выкинув, и 5 переглядов, 5 лайков – это уже успех. А на самом деле, в реаліях, вот как это зрозуметь, что я уже успешный влогер? Котиколы, зрозуміло, что ты уже такая, ух, крута. Не знаю. Когда у меня стало набираться больше подписчиков, то есть я мечтала, чтобы на Новый год у меня набралось 20 подписчиков. Новый год я посмотрела, у меня 22, и тогда я поняла, что все, моя мечта сбывается потихоньку. И так у меня начало набираться. Друзья, мечта сбывается. Вы можете щодо всему переконаться. Ну, мечте. Любомир, а вы что скажете? Наверное, когда на улице начинают узнавать. Ось, я до этого и шла, и дохотелось запитать. Познают вас на улице? Да, и не только в Николаеве. Интересно, когда приезжаешь в другие города Украины, не ожидаешь совершенно в таких местах. Бывает, я ездил снимать девочку одну в спортзале в Запорожье про пауэрлифтинг. Ко мне подходят люди, здороваются, говорят, мы смотрим твой влог. Очень интересно. В Киев приезжаешь тоже не специально на видеожару, а просто. В прошлом году выезжал специально на 4 дня, гулял, снимал, и узнавали на улице. Подходили, говорили, что смотрят. Ось он успех. И вы понимаете, что после слов практически все теперь хочут быть успешными влогерами. Дайте поради. Если вам не жалко, чтобы стать успехом. Вот как достигнуть этого успеха? Любой человек, который занимается своим любимым делом, главное, чтобы он был любимым. Ну и влогеры, все, в принципе, говорят, самое главное правило это делать, чтобы тебе нравилось. Если тебе нравится, то со временем люди оценят. Ну вот, а может, мне подобается, а іншим не подобается. Вот как распознать, что воно зайшло, что вот пошло, и мне нужно продолжать этим заниматься, что это не в пусту. Вот как? Ваша порада. Все равно есть какая-то отдача. Вы же будете этим делиться, все равно люди будут писать, что им нравится, что им не нравится, соответственно, отталкиваться от этого. Ну и слушать себя, опять же. Ну, мне кажется, что если тебе изначально не нравится, но ты с натягом это делаешь, то это не зайдет. Если ты смотришь, тебя хочется пересмотреть, значит, по-любому кому-то это понравится, зайдет. То все круто, так? Жень, ну, про одну мрію мы твою дізналися, яка збулася, какие у тебя еще далее мрії? Вот, что до блогингу. Про что мрієшь? Або нет, зеленый пояс уже маешь по карате, может, у тебя там еще какие-то кольории не знаю, но все же таки, отдавай нам свою мрію, и ты сейчас скажешь, и она обязательно издействуется. Давай. Я хочу, чтобы моя мечта произошла, она связана с каратой, и я хочу достигнуть черного пояса. Обовязково это будет. Я вам еще раз дякую, что нашли час, знаю, что график у вас еще неизвитал, Любомир Борода, его донька Евгения, популярные блогеры, были у нас, я думаю, что вы запамятаете их пораду и тоже будете такими успешными. Дякую вам, хорошего, продуктивного дня, мы чекаем у вас видео еще.